Хорошо, доброе утро. Я предлагаю потихоньку начинать. Если еще кто-нибудь, например, Гоша подключится, то я постараюсь не забыть и подключить его. Вот в прошлый раз мы с вами поговорили, я бы так сказал, широко про то, что называется королевство или царство наноструктур. Мы обсудили разные низкоразмерные системы, которые можно реализовать в конденсированных средах. Говорили и про двумерные системы, и про одномерные системы, и про нульмерные системы. И я напомню, что такая общая классификация ведется по тому, сколько степеней свободы остается для свободного движения частицы. То есть, например, в одномерной системе есть одна степень свободы, одно направление, вдоль которого частица двигается свободно, ну а вдоль других движение ограничено, причем так, что характерный масштаб ограничения сопоставим с тепловой длиной волны частицы. Ну вот, и кроме этого, в прошлый раз мы довольно подробно говорили про особенность колебаний двумерных и одномерных систем. Ну и я постарался вас убедить, что вот есть такая интересная специфика, связанная с тем, что в двумерии и в одномерии возможны изгибные колебания, которые очень мягкие, дисперсия которых является квадратичной функцией волнового вектора. Частота – это есть какая-то константа на k квадрат, где k – волновой вектор. И это отличает двумерные и одномерные системы от более привычных нам трехмерных систем, где низкочастотные моды колебаний, длинноволновые низкочастотные моды имеют все линейную дисперсию, как у акустических фанонов. Я напомню, что в двумерных системах те колебания, которые поляризованы в плоскости слоя, они тоже имеют линейную дисперсию. Ну а колебания… Извините, вы пропали сейчас на некоторое время. Я пропал, а сейчас я не пропал? Сейчас нормально. Хорошо, давайте еще раз. Просто я сейчас на работе, а тут еще в зависимости от комнаты у нас иногда интернет работает получше, иногда похуже. Я прошу прощения. Еще раз я говорил про то, что вот есть особенности колебаний двумерных и одномерных систем и наличие изгибных мод. И вот эти моды характеризуются квадратичной дисперсией, в отличие от более привычных нам акустических фанонов, когда смещение атомов находится, например, в плоскости слоя или вдоль оси цепочки. Ну вот, наверное, по крайней мере на сегодня мы с колебательными делами закончим. И мы двинемся дальше. И сегодняшняя наша лекция, она будет посвящена теории возмущений для вырожденного спектра. Ну и мы с вами поговорим о некоторых особенностях. Я сейчас поясню, с чем связано то, что я вроде возвращаюсь к такой очень классической задаче из квантовой механики. Я хочу показать в связи с этим одну более-менее картинку. Сейчас, секундочку, попробую это сделать вот так вот. Вот я надеюсь, что более-менее видно то, что я показываю, значит, картинку, пример зонная структура кристалла Арсенида Галлия. Коллеги, видно? Да, видно. Значит, вот я не хочу сейчас вдаваться в подробности. Мы изучаем пока и вот на этой лекции, на следующей лекции мы будем говорить про разные модели зонной структуры для всяких разных полупроводников. Я попробую вам показать, что вот в зависимости от системы, от ее симметрии, от ее свойств, вы можете получить более-менее любой гамильтонян, который вы хотите. В частности, там гамильтоняны, которые встречаются, например, в релятивистской физике. Ну и поэтому можно использовать очень многие наноструктуры, очень многие низкоразмерные структуры для моделирования тех или иных явлений, которые, например, требовали бы очень серьезных и сложных экспериментов, ну или наоборот, для какой-то большей гибкости. Ну вот вы можете изучать, скажем, релятивистскую дисперсию в каком-нибудь твердом теле, практически не вставая из-за лабораторного стола. Значит, я сейчас воздействую более-менее на ваши чувства, я не хочу говорить про детали, то, что здесь нарисовано. Вот дисперсия зон, они просто посчитаны еще разными методами, тут есть точки, это один метод, красные кривые, это расчет в другом методе, пунктирные кривые, это расчет еще в третьем методе. Значит, что важно? Вот важно то, что, ну видно, что зон много, это мы знаем, конечно, значит, каждое атомное состояние более-менее дает одну зону, поэтому в достаточно широком интервале энергии, конечно, есть много состояний. Но вот что важно, бывают ситуации, когда какие-то зоны находятся близко, вот, например, я не знаю, я машу курсором, может быть, он виден вот здесь вот относительно близко, ну а другие более-менее далеко. Ну еще, кстати, видно, что тут дисперсия такая с высокой точностью почти что-либо близкая к линейной, ну вот, если, может быть, не смотреть совсем вот в этот зазор. Бывают видны точки, где вот прямо есть вырождение зон, вот просто, значит, тут несколько дисперсионных кривых сходятся вместе. Вот бывают какие-то такие тоже ситуации, значит, непростые, когда, значит, кривые дисперсии касаются друг друга. Значит, с чем это все связано? Конечно, это связано с особенностями кристаллической структуры, особенностями, можно сказать, что самой зонной структуры, особенностями взаимодействия электронов с ионами, которые формируют кристаллическую решетку. Это все понятно. Но ясно следующее, что если мы хотим изучать те или иные физические явления, то удобно строить какие-то упрощенные модели, которые, конечно, вот все это богатство, все это богатство картинки не смогут проиллюстрировать, но при этом эти модели будут так или иначе упрощены и позволят изучать, например, низкоэнергетическую физику. Ну, например, физику вот только зоны проводимости вот вблизи ее минимума и только валентные зоны вблизи ее максимума. Или физику вообще только зоны проводимости, или физику вообще только валентные зоны вот всех этих состояний здесь, значит, вблизи, соответственно, дна зоны проводимости или потолка валентной зоны. Ну, такая же ситуация, конечно, встречается и в других разделах физики. У вас есть какая-то очень сложная система с очень нетривиальным энергетическим спектром, но вас не интересуют все состояния, вас интересует только какое-то небольшое окно энергии. Ну и вот поэтому удобно просто вспомнить некоторые формулы квантово-механической теории возмущений, которые бы позволяли сделать следующее. Если у вас есть какие-то близко расположенные состояния, я сейчас остановлю эту картинку, и мы уже перейдем к доске и к обычной ситуации. Значит, вот будем рассматривать такую ситуацию, что есть какие-то состояния, которые близки по энергии, они нас и интересуют, а все остальные состояния по энергии далеко, они, конечно, влияют на те близкие, поэтому их нужно учитывать. Но детали того, что происходит с далекими состояниями, нам не важны, поэтому хотелось бы изучать близко расположенные уровни точно, а далекие состояния, их роль учитывать по теории возмущений. Ну вот теперь я попробую-таки открыть нашу, значит, более-менее стандартную доску. И, значит, мы с вами начнем. Так, коллеги, виден ли экран? Да. Хорошо. Значит, вот речь пойдет о теории возмущений. Ну, я это условно называю для вырожденного спектра, хотя на самом деле может быть ситуация и когда есть настоящее вырождение, и когда уровни просто находятся близко друг от друга. Для вырожденного. Ну вот, я буду рассматривать такую ситуацию, которая меня, значит, будет интересовать. Пусть у нас есть какая-то система, она описывается гамильтонианом H, это какая-то матрица. Значит, у этого гамильтониана H есть матричные элементы H и T, J. Соответственно, индексы I и J, они нумеруют состояние системы. Значит, у нас есть гамильтониан, но у нас есть, соответственно, его матрица, его матричные элементы. Теперь, что у нас еще есть? Давайте предположим, и это вот будет типичная задача, которую мы будем изучать, что спектр гамильтониана выглядит примерно таким образом. Вот есть набор уровней энергии, неважно, как они расположены, значит, которых, пусть этих уровней M штук, и мы эти уровни будем условно называть близкими. Вот нас будут интересовать, на самом деле, вот эти состояния. Как они смешиваются за счет гамильтониана или за счет каких-то недиагональных матричных элементов. А есть еще какие-то уровни. Эти уровни находятся далеко по энергии от близких. Вот где-то они здесь находятся. Может быть, они находятся и ниже по энергии, это мне не жалко. Еще где-то вот здесь. В общем, у меня есть далекие уровни, значит, и эти далекие уровни, значит, вот в данном случае далекие. Я их буду зеленым цветом. Я их буду, вот близкие я обозначаю буквой M, а далекие я буду, значит, обозначать буквой S. Ну, неважно, они как бы вот все. Значит, что важно? Важно следующее, что сам гамильтониан я сейчас представлю вот в таком виде. Я напишу, что гамильтониан H – это есть гамильтониан H0 и некоторое возмущение H1. Значит, и, естественно, возмущение H1 – это есть H минус H0. Просто разогреваемся, пишем какие-то простые понятные формулы. И вот эта вот картинка с близкими и далекими уровнями – это картинка уровней, соответствующих гамильтониану H0. Вот мы будем считать, что ситуация такая, что есть близкие уровни энергии, они расположены близко друг от друга по сравнению с расстоянием до далеких уровней. Что это означает? Это означает, что если мы возьмем два произвольных близких уровня с энергиями, скажем, ЕМИТ и ЕМЖТ, то расстояние по энергии между этими близкими уровнями, оно мало по сравнению с расстояниями между этими близкими уровнями и до любого из далеких уровней. ЕМИТ минус энергия далекого уровня ЕС. Ну и, соответственно, конечно, ЕМЖТ, минус, опять же, энергия любого далекого уровня ЕС. Значит, расстояние между двумя любыми близкими уровнями, значит, ну, чтобы цвета сейчас соблюсти временно, значит, мало по сравнению с расстоянием от этих близких уровней до далекого. Коллеги, понятна постановка задачи? Да. Очень хорошо. И вот теперь смотрите, значит, Гамильтинян у нас представляет собой вот этот H0, который задал нам близкие и далекие уровни, и возмущение H1. Я хочу интересоваться только физикой близких уровней. Я не хочу думать о том, что происходит для далеких по энергии состояний. И поэтому я хотел бы получить новый эффективный Гамильтинян, который бы действовал вот в базисе близких уровней, но в которых было бы учтено смешивание, ну, конечно, между близкими уровнями за счет возмущения, но и в каком-то, на самом деле, во втором порядке теории возмущения, мне более высокий порядок не потребуется, будет учтено смешивание с далекими уровнями. Значит, еще раз, цель такая. Вот есть близкие уровни, есть далекие уровни, и наша цель построить эффективный Гамильтинян. Я его буду рисовать и обозначать буквой H красивая, который действует в базисе близких состояний. Значит, вот у нас пусть были эти вот близкие уровни, нумеруются буквой M, эти уровни M1 и так далее, M, N, их всего N штук. Значит, вот этот вот Гамильтинян, это будет матрица N на N, который с одной стороны точно учитывает близкие уровни, давайте для красоты буду сейчас пока выпендриваться, близкие состояния и второй порядок теории возмущений. Во втором порядке он учитывает взаимодействие близких с далекими. Вот наша постановка задачи. Можно было бы ставить и более общую задачу, учесть взаимодействие с далекими уровнями в произвольном порядке теории возмущений в третьем, в четвертом, в пятом, в десятом. Вот такой общей постановке задачи и ее решению посвящен один из курсовиков, по-моему, первый. Мне кажется, что Валерия уже выбрала этот первый курсовик, так что она разберется. И если вот кто-то захочет узнать детали, то я думаю, что у нас теперь в группе будет специалист по тому, как это сделать в общем случае. Я не хочу рассказывать общую теорию, потому что она немножко такая математизированная и чуть-чуть более громоздкая, а я хочу получить ответ по возможности быстро, физически наглядно. Ну и на самом деле для большинства ситуаций, для многих ситуаций, конкретно вот физики конденсированных средств и физики низкоразмерных структур, второго порядка теории возмущений будет достаточно. Ну вот, еще раз, задача сформулирована. И давайте теперь попробуем найти этот самый наш искомый гамильтаниан. Ну, что я для этого буду делать? Я, конечно, буду пользоваться обычной теорией возмущений. И сначала, если особенно мы не знаем, что делать, давайте напишем волновую функцию и разложим ее по базисным состояниям. Значит, мы пишем, что волновая функция системы это есть, конечно, сумма с какими-то коэффициентами базисных функций. Значит, это есть сумма по близким уровням СМ, СМ, СМ и сумма по далеким уровням Вот давайте последний раз, я напишу разными цветами. Сумма по близким уровням СМ, СМ и сумма по далеким уровням СС, СС. Значит, что здесь что? СМ и СС это есть базисные функции невозмущенного гамильтаниана. То есть, H0, ПСМТ, это есть ЕМТ, ПСМТ. Ну, соответственно, H0, ПССТ, это есть соответствующая энергия ЕСТ, ПССТ. Это есть энергия и состояние нулевого приближения. Значит, ПСМ и ПСС маленькие – это невозмущенные функции. Естественно, если мы рассматриваем задачу про гамильтаниан, то ничего не поделаешь. Этот базис полный, и я имею право так написать. Вот у меня есть такое состояние. Энергия этого состояния пусть будет Е. То есть, H полный ПСИ равно ЕПСИ. Ну, или, конечно, H, я могу написать, что это есть H0 плюс H1. Пока есть ли вопросы? Или то, что я рассказываю, это тривиально, и я мог бы двигаться быстрее? А вырождения нет никаких у нас? Вырождение может быть, конечно, пожалуйста. Это как раз самая интересная ситуация. Значит, смотрите, если бы эти уровни близкие были бы в каком-то смысле далеко друг от друга, так, чтобы взаимодействие между близкими и далекими их смешивало бы слабенько, мы бы вообще могли бы воспользоваться теорией возмущений для невырожденного спектра. Ну, у меня есть какой-то уровень. Ну, и давайте я посчитаю сдвиг его энергии во втором порядке теории возмущений по известной формуле, например, из книжки Ландау и Левшица. Но теперь у меня вот эти состояния, я считаю, что они близкие, я их хочу рассматривать как вырожденные состояния. Поэтому я и хочу получить гамильтониан Hn на n, который действует в базисе этих близких состояний, но который бы учитывал их вырождение тоже. Понял. Поэтому, конечно, может быть, это вырождение может сняться или не сняться за счет возмущения, но это отдельная история, это как бы должно само уже получаться. Но так волновую функцию, смотрите, я могу записать всегда. Это просто разложение по базису. И уравнение Штёдингера, ну, как бы матричное уравнение, я могу в виде разложения по базису записать следующим образом. Вот у меня есть энергия исходная как бы нулевого приближения. Давайте я на всякий случай нолик припишу, подчеркну, что это нулевое приближение. Я просто вот переписываю это уравнение. E0, CM, плюс я суммирую по всем близким состояниям сумма по M'. H, M, M'. Буду стараться писать аккуратно. Значит, коэффициент CM', плюс суммирую по всем далеким состояниям, ну, скажем, по S', H, M', S', C', S'. И это равно искомой энергии E и снова на коэффициент CM'. Согласны? Ну, я думаю, что с этим не поспоришь. И аналогично и для любого коэффициента CS я могу написать, что E, S-того состояния с ноликом, невозмущенная энергия, плюс сумма по M', H, S, M', C', M'. Это вклад от матричных элементов, которые смешивают близкие и далекие состояния. Ну и, наконец, значит, сумма тоже по далеким состояниям, H, S', C, S', E на C, S'. Ну, это я вот в таком виде записал систему уравнений, которая описывает коэффициент разложения. Вот мне нужно найти из этой системы уравнений коэффициент разложения энергии. Конечно, опять же, если бы мы решали ее на компьютере, обычно проблемы бы не было. Но мы хотим упрощать себе задачу, мы хотим получить эффективный гамильтониан, который работает только в базисе близких уровней, только в базисе вот этих красненьких состояний. Ну или что то же самое, мы хотим получить уравнение только на коэффициенты CMT. А вот на оставшиеся коэффициенты мы уже уравнение не хотим получать. Как бы мы хотим их как-то учесть и забыть про них. Ну, дальше вот, смотрите, это общая постановка задачи. Ну, а теперь будем решать. Вот написаны эти два уравнения. Ну, или на самом деле просто система из уравнений. Ну, и ясно следующее, что вот если я изучаю какие-то близкие состояния, ну, так значит, в основном, конечно, коэффициенты разложения большие при заданном состоянии. И тогда я действую последовательно. Значит, для начала я, конечно, могу сказать так. Как бы нулевое приближение. Я вообще пренебрегу далекими зонами, далекими состояниями. Тогда я кладу CS тождественно равными нулю. Все, что связано с далекими состояниями у меня выпадает. Ну, а коэффициенты CM видно, что они вот как бы контролируются тогда таким просто обрезанным гамильтанианом. Когда из полного гамильтаниана мы выкинули все матричные элементы, которые связывают интересующие нас состояния с далекими. То есть в таком нулевом или в таком первом приближении, если хотите, значит, эффективный гамильтаниан, конечно, имеет очень простой вид. Значит, H1MM' вот его матричные элементы, они просто совпадают с матричными элементами исходного гамильтаниана. Ну, это и понятно, это такой совершенно здравый подход. Ну, давайте для начала выкинем вообще все далекие состояния, если мы их выкинули вообще. Ну, тогда, значит, как бы у нас из полной матрицы гамильтаниана и нужно просто выделить тот блок, который описывает интересующие нас состояния. Согласны? Да. Ну и хорошо. Ну, а теперь давайте тогда будем учитывать интересующие нас вклады далеких состояний по теории возмущений. Это означает, что мы сейчас выразим как бы ЦСТ через ЦМТ. А именно, я возьму вот это вот нижнее уравнение, которое меня интересует, и я в этом уравнении скажу следующее. Ну, ЦС-то и маленькие, поэтому как бы в качестве следующего приближения давайте я удержу ЦС только там, где он на диагонали, а все недиагональные члены дадут еще дополнительную малость. Поэтому последним слагаемым я здесь могу пренебречь. И тогда я могу написать, что коэффициент ЦС, он равен… Давайте так напишу. Примерно равен. Сумма по М' – HSM' – CM' – поделить на соответствующий энергетический зазор. Е минус ЕС0. Е – скома энергия, а ЕС0 – значит, это вот то, что стоит здесь. Значит, еще раз. Я взял нижнее уравнение, и вот тем вкладом, который содержит смешивание разных коэффициентов, я вот этими всеми вкладами там взял и пренебрег. Есть вопросы? Я надеюсь, что вопросов нет. Понятно, что я делаю. Теперь я сделаю еще одну не очень хорошую операцию, но с этой точностью это будет достаточно. Смотрите, вот эта энергия Е, которая здесь стоит в знаменателе, искома энергия, она болтается где-то вблизи энергии близких состояний. Поэтому я могу с достаточной мне точностью заменить ее просто на энергию любого из близких состояний. Значит, я ее заменю просто на энергию состояния ЕМ, которое меня как бы интересует. Поэтому я пишу, что этот числитель не поменялся, сумма по М' – HSM' – CM'. Ну, а в знаменателе я напишу ЕМ нулевое минус ЕС нулевое. Ну, вот эта формула, как бы она похожа, это просто на теорию возмущений так и должно быть. Вот для Гамильтаниана второго порядка, то, что я сделал такую замену, это не важно. Значит, если бы мы интересовались более высокими порядками, это было бы важно. Тут тоже есть одна оговорка, мы про нее поговорим, если будет сила и желание чуть-чуть дальше. Ну, а теперь смотрите, у меня ЦС-тей найден. Он выражен через коэффициенты, которые описывают состояние ближайших зон. Ну, и все, тогда я ЦС-тей, вот я их нашел, я их подставляю вот сюда, в уравнение для ЦМ-того. Вот этот ЦС-тей я нашел, я его сюда, извините, подставлю. Ну, и все, тогда я получаю следующее уравнение на коэффициенты ЦМ-тей. ЕМ-тей нулевой ЦМ-тей. Как было. Дальше вклад, который описывает смешивание близких состояний. Значит, тоже его, с ним ничего не поделаешь. Сумма ПМ-штрих. ХМ-штрих. ЦМ-штрихованный. И дальше идет гамильтониан, который, матричные элементы, которые смешивают далекие состояния с близкими. Значит, здесь стоит сумма ПС-штрих, а здесь еще будет стоять сумма ПМ-штрих. Значит, будет стоять тогда двойная сумма. Сумма ПМ-штрих и сумма ПС-штрих. ЕМ-тей нулевой минус ЕС-штрихованный нулевой. ХМ-штрих, ХС-штрих, М, ЦМ-штрих. Вот этот Х, как бы, СМ-штрих, ЦМ-штрих, вот он здесь. Но у меня теперь не С, а С-штрих. Это не важно, что. А второй, Х, он появился вот отсюда, из этого матричного элемента. И все это, конечно, равно Е на ЦМ. Ну, на самом деле, это уже то, что нам надо. Смотрите, у меня появилось уравнение на коэффициенты ЦМ разложения. И это уравнение, значит, оно содержит только их самих. А вклады от далеких состояний в нем есть. Потому что вот появился соответствующий член. Вот я обведу его зелененьким. Вот этот вот вклад, он учитывает то, что во втором порядке подмешались далекие состояния. Ну, если у меня написано такое матричное уравнение, такое как бы система алгебраических уравнений. Смотрите, это снова. Это система уравнений на коэффициенты ЦМ. Где М пробегает интересующие нас близкие состояния. Ну, конечно, я тогда могу это просто сказать, что все нормально. Теперь у меня есть просто эффективный гамильтониан H, который найден во втором порядке теории возмущений. ММ штрих. У него матричные элементы такие. Во-первых, это матричные элементы исходного гамильтониана, невозмущенного. Вот ту обрезанную матрицу. Так, вопрос под суммой М штрих. Я прошу прощения, конечно, под суммой М штрих. Я потерял индекс. Савелий, вы лучше голосом задавайте, я потому что в три разных места смотреть не могу. Извините, тут, наверное, у первого гамильтониана все-таки М должно быть, а у второго М штрих. И знаменатель М штрих, видимо. Еще раз подскажем. Ну вот смотрите, в первом... Да, вот то, что сейчас Савелий подсказал. Мне кажется, штрих не здесь должен быть. Один штрих во втором гамильтониане, а второй штрих в энергии должен быть, кажется. Сейчас, про энергетический знаменатель давайте поговорим отдельно. Еще раз. Вот любой коэффициент СС выражен вот так вот через сумму коэффициентов М штрихованных. Согласны? СМ штрих, HС штрих, М штрих. Да, да. Просто в первом гамильтониане там, кажется, М должен быть индекс, а не М штрих. Где в первом гамильтониане индекс М? Вот здесь уравнение в последнем слагаемое. Здесь стоит М. Я прошу прощения. Я понял. Я понял вас. Здесь опечатка. А вот здесь штриха нет. Вот сейчас, наверное, я напишу так, чтобы было хорошо. М штрих, С штрих, С штрих, М. Так? Устроило вас? Угу, спасибо. Вот. Очень хорошо. Спасибо, что вы заметили. Значит, тогда гамильтониан. Я напишу формулу, сейчас мы ее пообсуждаем. А здесь будет стоять сумма по далеким состояниям. H, M, S штрих, H, S штрих, М штрих, Е, M, 0, минус Е, S штрих, 0. Ну и как бы более-менее все хорошо. Значит, вот этот наш гамильтониан эффективный. Он работает в базисе только близких состояний. И у него структура понятна. Есть вклад, который был исходный, вот этот, H, M, M штрих. И вклад, который связан с далекими состояниями. Мы пошли из состояния M штрих в какое-то далекое состояние, S штрих, а потом вернулись в состояние M. Вот во втором порядке теории возмущений появилась поправка. И теперь ясно, что это какая-то адекватная вещь, потому что если у меня, например, исходно вообще были близкие уровни вырождены, то за счет взаимодействия с далекими они могли бы расщепиться. И вот этот гамильтониан это все правильно описывает. Скажите, пожалуйста, какая есть претензия к той формуле, которую я написал и сейчас еще выделил таким желтым цветом? Сумма P, M штрих должна быть. Почему сумма P, M штрих? При чем тут сумма P, M штрих? Сумма P, M штрих – это хорошо, спасибо. Это невнимательность. Это единственная претензия к этому гамильтониану. Пока что, да. К нему есть совершенно жуткая претензия. Претензия в смысле ограничения на его, что он много меньше, чем гамильтониан М, M штрих? Нет, вот этого ограничения как раз здесь нет. Мы никогда не думали, что у нас уровни, которые близкие, как-то сильно расщеплены. Нет, второе слагаемое может быть сопоставимо с первым. И это как раз та ситуация, которая нас интересует. Мы нигде не пользовались тем, что близкие уровни, как бы они, ну что ли, невырожденные. А вот когда мы заменяли энергию на любую… Да, да. Разве этим явно не воспользовались? Нет, смотрите. Мы меняли энергию на любую в большом энергетическом знаменателе. Видите, здесь стояла текущая энергия, которая все равно близка к энергии какого-то из этих близких состояний. Можно было бы думать, что мы пытаемся решить патологическую задачу, когда у нас взаимодействие между близкими уровнями и далекими, или между близкими самими по себе такое сильное, что оно один из близких уровней вытолкнуло куда-то к далеким. Вот такую ситуацию мы не рассматриваем. Все равно считаем, что когда мы включили все нужные взаимодействия, эти близкие уровни как-то перемешались, но они остались далеко от далеких. Они близкие сами по себе, а далекие более-менее сами по себе. Но, Аркадий, вы почти правильно говорите. Какая претензия вот к этой формуле? Он не очень симметричный, может быть. Он не очень симметричный, хуже того, он просто не эрмитов. Но это легко увидеть. Первая слагаемая, которая H, M, M' – вот это слагаемое, оно эрмитово. А здесь плохо, потому что если я поменяю M и M' местами, числитель поменяется на сопряженный, а знаменатель не будет содержать как M'. И это, конечно, проблема. И для того, чтобы правильно написать этот вклад, нужно было бы воспользоваться более продвинутыми методами. Я это делать не буду. Но обычно ситуация такая, и это очень типично для задач квантовой механики. Если у вас получилось случайно какое-то несимметричное выражение, то, скорее всего, его нужно просто симметризовать. Поэтому, на самом деле, как бы правильный гамильтониан, вот ответ. Он получается симметризацией второго слагаемого по отношению к индексам M и M'. Значит, H2M, M' – вот то, что было. Здесь, конечно, вопросов нет. А здесь я напишу так. Одна вторая сумма по далеким состояниям. Написать по S или по S' – это неважно. Значит, есть числитель. Он будет один и тот же. H, M, S, H, S, M' А вот знаменатели будут такие. E, M, нулевое минус E, S, и будет второе слагаемое с тем же числителем, но с знаменателем, который содержит M'. И вот это выражение, оно уже хорошее. Оно симметричное. С точки зрения как бы поправок, неважно, и верхний гамильтониан, как бы и нижний гамильтониан, что бы мы ни говорили, если матрица как бы не Эрмитова. Значит, они дадут вам энергии и собственные состояния с одинаковой точностью. Но просто, во-первых, с верхним плохо жить. Он как бы несимметричный – это плохо. Ну, или не Эрмитов. Ну, и, во-вторых, конечно, это просто и плохо, и с точки зрения фундаментальной науки, и плохо с точки зрения конкретных численных расчетов. Потому что что делать с несимметричной матрицей? Значит, как искать ее собственные значения и собственные функции, не всегда понятно. Но вот правильно просто симметризовать. Если сделать эту симметризацию, то вопросов не возникает. Иногда мы будем писать, когда будут какие-то возникать задачи вот в таком симметризованном виде, иногда мы будем этим пренебрегать и писать в несимметричном виде. Но это, значит, как получится, как будет требоваться. Значит, есть ли вопросы вот по тому, что я сейчас рассказал? Вроде нет. Это понятный такой прием. Вот у вас есть система, в которой, неважно, это какой-то электронный спектр вы рассматриваете, или колебательный спектр, ну, или вообще какую-то даже, может быть, науку, связанную с каким-нибудь там эффективным полем. Вот у вас есть система, в которой есть какое-то количество, как говорят, медленных степеней свободы. Медленные – это что означает? Это вот уровни энергии, у них находятся близко друг от друга, так что интервалы, зазоры между этими уровнями энергии, они маленькие. Ну, по сравнению с чем-то, по сравнению с расстоянием до других уровней энергии. И есть вот быстрые степени свободы, наши вот эти далекие зеленые уровни. И наша цель была в том, что, извините, говоря таким пафосным и наукообразным языком, вот отинтегрировать быстрые степени свободы и оставить эффективную модель, которая работает только в базисе медленных степеней свободы. И вот это вот мы сделали. Вот такой вот эффективный гамильданиан. Я еще раз повторяю, что нет, в принципе, никаких проблем для того, чтобы учитывать и более высокие порядки теории возмущений. И вот если это делать правильно, тогда вся эта симметризация, вот эти вот одни-вторые, они будут получаться должным образом. И есть регулярный способ это получать. Но нам сейчас это не надо. Вот это такая общая задача, и совершенно неважно, к чему она применяется, но мы ее будем применять все-таки к электронным системам. И вот мы двинемся немножко дальше, теперь уже к кристаллам. И мы немножко поговорим про методы описания зонной структуры. Ну, что-то я напомню из того, что у вас было в том или ином виде в курсе физики конденсированных свет или в курсе физики твердого тела. Ну, и, значит, расскажу какие-то еще новые детали. По этому кусочку есть ли вопросы? А вот быстро и медленное – это просто название, но не имеет никакого физического смысла. Ну, мне кажется, что я попробовал его сказать. Давайте я еще раз попробую пояснить. Вот смотрите, что такое, если у меня есть какая-то система, вот у нее есть спектр энергетический. Какие характерные частоты в спектре? Характерные частоты в спектре, значит, давайте я буду просто здесь где-то писать. Омегия. Это частоты переходов. Это есть, почему даже приближенно? Значит, это есть Еитая минус Ежитая поделить на постоянную планку. Согласны? Да. Вот. Теперь смотрите, если у меня близкие уровни, то, ну, условно, Еитая минус Ежитая мало. Я беру в кавычки, значит, потому что мало нужно говорить по сравнению с чем? Ну, вот по сравнению с какими-то расстояниями по энергии до далеких уровней. И поэтому соответствующие частоты перехода, частоты перехода в соответствующие частоты движения, соответствующие этим степеням свободы, они тоже малые. Это вот медленные степени свободы. Медленные, ну, по сравнению с частотой перехода, то есть в данном случае с расстоянием между далекими уровнями и близкими. В этом смысле это более-менее строго. И вот это вот, можно сказать, что такая низкоэнергетическая модель или модель, которая описывает медленные степени свободы, но учитывает их взаимодействие с быстрыми степенями свободы. Понятно. Спасибо. Очень хорошо. Пожалуйста. Не за что. Рад был подсказать. Ну, хорошо. Тогда вот от этого такого формальной вещи мы двинемся в сторону, может быть, немножко уже более конкретных вещей. И мы поговорим с вами про КП-метод теории возмущений. Ну, опять же, я бы сказал, для сложной или для вырожденной зоны. Значит, имеется в виду следующее. Вот в самом начале лекции я показывал дисперсионные какие-то картинки, кривые. Я уж, извините, не буду их рисовать еще раз, показывать точнее такие честные картинки. Но вот если у меня есть квазиволновой вектор, у меня есть энергия. Ну, вот у меня, значит, есть какие-то энергетические зоны в кристалле. Вот такая, может быть, типичная более-менее картина для многих полупроводников. Ну, есть какие-то другие зоны, которые находятся, значит, далеко по энергии, значит, и которые меня в меньшей степени интересуют. И вот наша задача построить, опять же, пользуясь уже тем, что мы знаем, эффективный гамильтониан, который бы описывал маленькое энергетическое окно. Либо вот такое вот, либо вообще вот вблизи вот этой, например, точки, где какое-то происходит вырождение зон. Ну, или еще как-то, ну, смотря по тому, что мы захотим. Я напоминаю, что мы рассматриваем ситуацию, когда у нас есть кристалл. Электрон двигается в периодическом потенциале u от r. Так что этот потенциал u от r плюс a, значит, равен u от r. a – это вектор трансляции. Ну, я не буду сейчас говорить про все эти групповые свойства, значит, есть трансляции, параллельные переносы, значит, мы их можем складывать. Значит, если у нас трехмерное пространство, то трансляции будут по трем осям. Если, значит, у нас кристалл занимает плоскость по двум направлениям. Если одномерный кристалл, значит, только вдоль одного направления. Значит, я считаю, что вы это все знаете, помните, а если нет, то посмотрите хотя бы даже в моей лекции по физике конденсированных средств. И гамильтониан электрона исходный, значит, это гамильтониан свободного электрона h в квадрате на 2 m0, оператор дифференцирования, оператор Лапласа, плюс вот этот самый периодический потенциал. Теперь мы знаем, что для периодического потенциала можно выбрать базисные функции, базисное состояние электрона. Значит, вот в виде функции блоха, которая похожа чем-то на волновую функцию свободного электрона. Значит, она имеет два индекса n, нумеруют зоны. Если у нас был бы спин в задаче, то мне, конечно, нужно было бы в гамильтониан написать слагаемые, связанные со спиноорбитальным взаимодействием. Тогда индекс n учитывал бы еще и спин электрона. Ну, в самом простом случае, просто двукратное вырождение по спину. k – это квазиволновой вектор. И вот эта функция, она имеет следующий вид. e в степени и kr, как будто у нас есть плоская волна. Ну, сразу напишу нормировочные множители. v – это нормировочный объем в соответствующем пространстве. То есть, если это трехмерия, это объем нормировочного куба со стороной L. Если это двумерия, это площадь нормировочного куба. То есть, это нормировочная площадь. Если это одномерия, это длина нормировочного отрезка. И вот это было бы просто, как будто была бы у нас плоская волна. Но это не все. Эта функция умножается еще на периодическую или на блоковскую амплитуду. И вот эта блоковская амплитуда у n-ката от r – она периодическая с периодом решетки. Я надеюсь, что это вы знаете. Это, конечно, было и есть в любом адекватном курсе квантовой механики. Ну и, значит, в любом адекватном курсе физики твердого тела. Теперь, значит, смотрите. Опять же, вот по крайней мере, я это рассказываю студентам. Но есть соответствующие учебники. Теперь, значит, что можно сделать? Если нас интересует маленькое окно по энергии, то нас интересует, соответственно, и маленькая часть зоны брюллена. Нас интересует маленькое окно по волновым векторам. Поэтому я могу рассмотреть базис Блоховских функций в какой-то интересующей меня точке К пространства при, скажем, К равном К0 и написать такой набор Блоховских функций базисных Е в степени ИК0Р на нормировочный объем УНК0 от Р. Значит, и я могу по этим базисным функциям раскладывать волновую функцию. Соответственно, я буду считать, что волновой вектор К близок к К0. К минус К0 много меньше, чем характерный размер зоны брюллена. То есть много меньше, чем Пи на постоянную решетку. И тогда вот по отличию волнового вектора от К0 я могу раскладываться. И тогда получается соответствующий то, что говорят, эффективный или КП Гамильтониан. Значит, и этот КП Гамильтониан он выглядит следующим образом. Вот теперь К это есть К минус К0. То есть это просто уже волновой вектор, который отсчитан от интересующей нас точки зоны брюллена. Если вот мы живем в центре зоны брюллена, волновой вектор отсчитанный от центра зоны брюллена, К0 равно нулю. Это просто и есть сам как бы квази-волновой вектор. Если нас интересует состояние где-то сбоку, такое тоже бывает в какой-то боковой долине спектра. Ну тогда, значит, соответственно, нужно К отсчитывать от соответствующего экстремума. И вот этот вот КП Гамильтониан он имеет следующий вид. Он имеет матричные элементы между, вообще говоря, разными зонами между n и n штрих. Зависит от квази-волнового вектора вот этого вот отсчитанного откуда мы хотим. И дальше так. Есть вклад, который был бы, если бы кристаллической решетки не было. Это была бы дисперсия свободного электрона. Дальше есть вклад, который просто связан с положением энергетической зоны вот при данном К0. И эта часть, конечно, диагональна по зонам дельта н и н штрих, дельта символ Кронекера. и есть добавка к нему H на M0 K скалярно на P n n штрих. А P n n штрих это матричный элемент оператора импульса. который найден в точке К0. Значит, это есть интеграл P n k0 оператор импульса, то есть минус I h набло значит P n штрих K0. Ну, интеграл PDR. Значит, аргумент R я всюду опустил. Вот этот гамильтониан называется КП гамильтонианом. И он в каком-то смысле точный. Если вы учитываете все зоны, то этот гамильтониан точный. И на самом деле все просто. Он просто получается из того, что я взял исходный гамильтониан. И в этом гамильтониане я подставил волновую функцию вот в таком виде с K близким, ну, K отличающимся от K0. И просто вот поэтому K как бы разложился. Точнее, даже не разложился. Просто здесь, поскольку, смотрите, стоит оператор Лапласа. Этот оператор Лапласа выдаст нулевой член по K. Это вот есть скомбинировавшись с потенциалом это есть E n от K0. Конечно, квадратичный член по K. Вот это есть H в квадрате K в квадрате на 2 M0. И линейные члены по K, которые еще будут содержать производные. Это вот это H на M0 K на PNN' Ну вот он называется KP-гамильтонианом, потому что в нем есть вот эти слагаемые, которые содержат как бы произведение квазиволнового вектора на компоненты оператора импульса. Вот если вы учитываете все зоны, которых бесконечно много, то этот гамильтониан будет точным. Я задам такой вопрос, который формулирован некорректно. Скажите, вы помните, встречались уже с этим Kaptog-гамильтонианом когда-нибудь? Ну, да. Хорошо. Алиса встречалась, потому что ходила ко мне на лекции. Тоже, да. Георгий, наверное, тоже встречался. А остальные коллеги? Вроде нет. Хорошо. Тогда, значит, всем остальным задание пойти на сайт нашего курса. Там есть ссылка на курс физики конденсированных средств на конспект и посмотреть хотя бы в конспекте. Ну, а еще лучше в какой-то может быть книжке, потому что, конечно, в книжках все изложено значительно лучше, чем в конспекте. Но вот это эффективный гамильтониан он написывает зонную структуру. и такое видно, что у него вообще интересная конструкция. Он содержит квадратичные по волновому вектору слагаемые и линейные по волновому вектору слагаемые. И в этом смысле он похож, например, чем-то, пока так, очень издали. На гамильтониан, ну вот, скажем, релятивистского электрона. Мы знаем, что для релятивистского электрона дисперсия вроде линейная при больших волновых векторах, ну а при малых волновых векторах она там параболическая. и на самом деле эти аналогии у нас будут, они будут дальше, но пока в чем проблема? Пока проблема в том, что в этом гамильтониане есть матричные элементы между всеми состояниями, а нас интересует, как правило, только небольшой интервал энергии. Ну и поэтому давайте теперь мы сейчас проведем тот же трюк, который мы сделали в начале лекции. Я возьму и учту остальные состояния по теории возмущений ну вот как бы до членов второго порядка включительно. И получу эффективный гамильтониан. Значит, наша задача теперь снова получить эффективный гамильтониан, который учитывает близкие зоны, точно, а далекие зоны во втором порядке. Ну, к счастью, мне для этого уже ничего делать не надо, мы уже все и так знаем, потому что формула у нас была, вот мы ее только что получили, вот я ее еще раз, мне удобно, я вернусь на предыдущую нашу доску, вот я эту формулу покажу, ну и теперь то же самое мы это сделаем, поскольку не диагональные члены, вот у меня выделены это только КП-члены, то от них будут вклады, которые будут учитывать переходы между близкими и далекими зонами. Ну и, соответственно, вот эффективный гамильтониан, я его, конечно, сразу напишу, ну и если потребуется какой-то комментарий, то мы коротко это все дело обсудим. Значит, эффективный гамильтониан будет такой, он зависит от N и N штрих, и теперь N и N штрих пробегают только близкие, то есть интересующие нас зоны. Первый член, он диагонален по зонам, он, естественно, остается какой есть, такой есть. Значит, поэтому это я сразу пишу. H в квадрате K в квадрате на 2M0, M0 масса свободного электрона, E N от K0 дельта N N штрих. Да, вклад диагональный, он не обсуждается, все хорошо. Дальше. Есть члены KP, есть члены KP, вот эти вот, H на M0, K на P, которые действуют в рамках близких нам зон, значит, и ничего не поделаешь, их нужно оставить. Они какие есть, такие есть. H на M0, K на P, N N штрих. Значит, частая ситуация такая, что внутризонные вообще матричные элементы импульса пропадают, например, если это точка зоны бриллиона, обладающая достаточно высокой симметрией. Ну а, значит, соответственно, междузонные здесь вполне могут остаться. Ну и дальше. Пошел вклад от далеких зон во втором порядке. Значит, мне нужно просуммировать по всем далеким зонам. Ну, я напишу, извините, несимметрично. E N от K0 минус E далекая зона от K0. Мы помним, на самом деле два будет негативных знаменателя, если быть совсем пуристыми и ригористыми. Значит, с N и с N штрих. Но я напишу для краткости так. Дальше здесь стоит K на P S N K на P S N штрих. Второй порядок. Значит, K на P K на P я учел. И еще H на M0 в квадрате. Ну, давайте я так напишу уж в качестве префактора, как это обычно пишут. Вот, мы получили эффективный гамильтониан. То, что мы и хотели. Просто, значит, переписали ту формулу, которую мы вывели раньше, которая учитывает точно близкие зоны и учитывает их связь через более далекие зоны во втором порядке теории возмущения. В этом гамильтониане малым параметром является, если угодно, произведение K, характерного волнового вектора электрона, на P, на характерный междузонный матричный элемент импульса. Например, если вы оставляете две зоны, зону проводимости и валентную зону, то у вас будет междузонный матричный элемент импульса PCV. К на P умножить на H на M0 должно быть мало по сравнению с расстояниями до других зон. Значит, вот N и N' индексы N и N' они пробегают близкие зоны. Значит, они один, два, не знаю, и так далее, N близких зон. Другие зоны исключены. Близкие зоны могут быть вырождены. Значит, ничего страшного, здесь все это учитывается. И учитывается возможное снятие вырождений и за счет линейных пока слагаемых, и за счет вот этих квадратичных междузонных пока слагаемых. И мы с вами можем потом рассмотрим как раз разные ситуации, разные примеры, когда работает либо первый вариант, либо второй вариант. Ну, конечно, найти дисперсию из такого гамильтиняна по крайней мере формально легко. Значит, нужно составить соответствующее секулярное уравнение H N' от K минус искомая энергия дельта N' и вот этот определитель матрицы приравнять к нулю. Ну, а, соответственно, как бы собственные функции гамильтиняна, это будет столбец с коэффициентами C1 C N' ну, умноженный на E в степени и K R, значит, это плоская волна. Можно учитывать нормировочный объем здесь, вот корень из нормировочного объема можно учитывать корень из нормировочного объема в базисных функциях, это как вам удобно. Ну, а разложение идет вот, значит, по коэффициентам разложения по вот этим самым базисным функциям в интересующей нас точке. То есть, как бы сама волновая функция Пси, это есть сумма по N C вот этих коэффициентов N E в степени и K R ну, и умножить на блоковскую функцию в точке K 0 Psi N K 0 от R ну, или иными словами C сумма по N C N E в степени и K R плюс E и K 0 R вот это полный уже волновой вектор корень из нормировочного объема U N K 0 от R Можно было бы сказать так, что на самом деле мы берем просто блоковскую амплитуду, которая периодическая, она при любом K периодическая и раскладываем их по блоковским амплитудам в данной точке K пространства. Есть ли вопросы? Да, я, извините, кажется, пропустила. А вот вторая формула, она по каким соображениям пишется, что вот мы берем и умножаем такие плоские волны? Сейчас, секундочку. Давайте посмотрим еще раз. Вот у нас есть блоковская функция, да? Это E в степени и K R на корень из нормировочного объема на блоковскую амплитуду. Я сказал, что мы раскладываем состояние вот по блоковским функциям в точке K 0. То есть здесь стоит в числителе K 0 R нормировочный объем и блоковская амплитуда с K 0. Да. А K теперь я отсчитываю от K 0. Поэтому как бы вот то, что здесь стоит показатель экспонента, здесь стоит как бы истинный K. Вот это вот E в степени и K на R. Так? Алиса? Да, извините, вы пропадали просто. Я пропал. Значит, еще раз. Давайте. У меня подтормаживает другая черта. Я поняла, кажется, что мы скорее, видимо, из третьей формулы получаем вторую. Вот так это, видимо, скорее работает. Ну, пожалуйста. Но вот эта формула, вот отсюда сюда переход это как бы общий. Просто я дальше написал, что psi n K 0, вот по которым мы раскладываем, вот исходно. Я говорю, что давайте будем раскладывать наше состояние вот по функциям вблизи точки K 0. Вот по вот этим функциям, которые вот здесь, вот я сейчас их подчеркну. Так? Да. Ну вот, вот я и написал, вот просто вид этой функции. Да, я поняла. Спасибо. Ну, вот это общий такой подход. И я еще напомню, опять же, это доказывалось, ну, значит, на моих лекциях это доказывалось не безумно строго, но это можно доказать, что если у нас есть внешние поля, при наличии внешних полей, при наличии внешних полей я должен сделать стандартную вещь. Вот у меня и был гамильтониан H N N штрих, вот этот эффективный КП гамильтониан, который включал в себя члены второго порядка. Значит, он зависел от K, но теперь я должен сделать стандартную замену. Я, во-первых, должен K заменить на калибровочно-инвариантное выражение, значит, учесть векторный потенциал. Ну, а, соответственно, добавить еще, если нужно, должным образом, скалярный потенциал, значит, E на φ от R, если он есть. Ну, и я напомню, что электрическое поле, это есть, соответственно, минус градиент φ, минус единица на CDA по DT, ну, а, соответственно, магнитное поле, это есть ротор A. У меня есть гамильтониан, который зависит от квази-импульса, и если внешние поля меняются слабо на масштабах решетки, а частоты их изменения малы по сравнению с расстояниями до далеких зон, то вот я должен делать так. Я беру КП гамильтониан, который, пожалуйста, вот он работает в базисе наших конкретных интересующих нас зон, ну, и просто меняю волновой вектор, значит, соответственным образом пользуюсь подстановкой Павелса. Называется, значит, вот подстановка Павелса, когда вы заменяете К на К минус Е к Ц на А, ну, и добавляете скалярный потенциал. Но это, собственно, также происходит для любых, значит, заряженных частиц, которые взаимодействуют с электромагнитным полем. Если у вас есть гамильтониан или лгренжан, то вы знаете, значит, ничего не остается, вот, кроме как написать вот так вот. Значит, нужно заменить волновой вектор на калибровочный инвариантный вклад, ну, и добавить в энергию вклад, связанный со скалярным потенциалом. Хорошо. Есть ли вопросы здесь? Видимо, нет. Видимо, нет. Ну, давайте я сейчас приведу очень простой пример, чтобы просто, ну, может быть, чуть-чуть разогреться. Опять же, значит, вот в курсе физики конденсированных сред я этот пример привожу. Ну, сейчас я его приведу значит, еще раз, значит, вот простой пример. Пусть у меня есть одномерная система, вот ось X, это ось системы, я иногда буду считать, что ось системы это ось X, иногда в одномерии я буду считать, что ось это ось Z, смотря как мне будет удобно. ну, и у меня будет, пусть у меня будет, пусть меня будут интересовать две зоны, зона проводимости и эвалентная зона, две близко расположенных зоны, тогда КП Гамильтониан, ну, и давайте считать для простоты, что вот та точка, в которой мы рассматриваем, все вблизи точки, происходит вблизи центра зоны Брюлена, К0 равен 0. Значит, система одномерное движение возможно только вдоль оси X, поэтому, значит, К, это есть, как бы КХ, только есть одна компонента волнового вектора. Ну, и тогда эффективный Гамильтониан H, который описывает нашу систему, значит, просто вот, следуя этим правилам, я вижу, как он выглядит. На диагонали будут стоять члены, которые квадратичные пока, ну, и на самом деле мог бы быть вклад еще линейный по волновому вектору, но мы будем считать, что вот в точке К равной 0 его нету. Значит, поэтому на диагонали будут стоять вклады квадратичные по К. А не диагональные вклады, они могут быть и линейные, и квадратичные по К. Поэтому вот эффективный Гамильтониан, я его могу записать для двух зон, для зоны проводимости и валентной зоны вот в виде такой матрицы 2 на 2, положение зоны проводимости, а дальше так, H в квадрате, К в квадрате на 2 массы электронов в зоне проводимости. Я любой член квадратичный пока могу написать вот так вот. В валентной зоне и положение валентной зоны плюс H в квадрате, К в квадрате на 2 массы электронов в валентной зоне. Ну и, например, единица на массу электрона в зоне проводимости берется от вклада, связанного с массой свободного электрона, единица на m0, который был вот здесь, и то, что пришло во втором порядке теории возмущений. Эти вклады, они, как правило, сравнимы, и их нужно учитывать. Ну и также для валентной зоны. А недиагональные элементы будут содержать вклады k на p, c, v, c. Ну, естественно, значит, все сопряженное. Извините. Эрмитовость должна быть. Ну и если мы очень захотим, если мы будем учитывать такая возможность, зависит от симметрии системы. Значит, могут быть еще и квадратичные по k вклады, но я их писать не буду. Я просто напишу, что, в принципе, здесь могли быть какие-то вклады более высокого порядка. Значит, вот такой более-менее общий гамильтониан двухзонной модели. Ну, я рассмотрел одномерие, но, конечно, это можно обобщать и на двумерный, и на трехмерный случай. Ну и видно, что дальше, значит, ситуация богатая. Что в общем случае, если я сейчас нарисую спектр, вот он будет выглядеть примерно таким образом. Значит, k, здесь будет энергия, энергия зоны проводимости, энергия валентной зоны. За счет недиагональных членов эти зоны будут расталкиваться при ненулевом k. Ну и еще будет квадратичная дисперсия, которая приходит от диагонали. Конечно, я мог бы сейчас эту матрицу диагонализовать и написать ответ в общем виде. Не хочу я это делать, не хочу тратить на это и свое, и ваше время. Уж матрицу 2 на 2 как-то вы диагонализуете сами. Ну и вот, пожалуйста, вот такая дисперсия. Значит, при малых k – парабола, при больших k – выход на линейную зависимость. Ну, в принципе, если здесь есть еще какие-то квадратичные пока члены, ну, значит, ситуация может быть более общая. Ну вот что эта дисперсия должна вам напоминать? Релятивистскую дисперсию. Да, эта дисперсия вполне напоминает релятивистскую дисперсию. И вот оказывается, что вполне можно придумать такую систему, в которой дисперсия будет очень похожа на дисперсию релятивистского электрона. Единственное, что все энергии будут нерелятивистские. Потому что мы знаем, что характерная, например, ширина запрещенной зоны – это электрон-вольты. Значит, они там десятки, ни сотни, ни тысячи электрон-вольтов, и тем более они, значит, 2М0С2. Ну и, соответственно, характерные скорости, которые здесь возникают, по крайней мере, для кристаллов, составленных не из очень тяжелых элементов, эти скорости малы по сравнению со скоростью света в вакууме. Вот характерная скорость – это такая забавная вещь. Почти во всех полупроводниковых кристаллах, которые характеризуют этот наклон дисперсии, значит, это ПЦВ поделить на массу свободного электрона – это какая-то вот В-эффективная. Значит, и вот эта вот скорость по модулю, значит, ну она, скажем, там С на 300, С на 100. Зависит от системы, но вот примерно так. Ну, иногда, может быть, там С на 1000, в тысячу раз меньше, чем скорость света в вакууме. Ну, бывает, когда она равна просто нулю, по симметрии могут зоны не смешиваться. Ну, вот ситуация такая вот. Можно рассматривать и двумерные, и трехмерные системы. Мы поговорим более подробно уже про какие-то конкретные примеры именно применения к наносистемам. Ну, вот так вот, смотрите, самая общая модель зонной структуры вам дает сразу релятивистский спектр. Хотите – изучайте. Вот хочу сказать, что мы, наверное, на следующей лекции разберем как раз пару интересных случаев, когда дисперсия будет практически такая настоящая релятивистская, и случай, когда будет дисперсия нерелятивистская, но будет моделироваться как бы квазичастица или частица со спином больше одной второй. Например, частица со спином три вторых. Вот это у нас все будет. Вопросы есть по этой части? Нет, видимо. Видимо, нет. Ну, или все заснули. Это хорошо. Хорошо, коллеги, тогда я, собственно, хочу завершить эту лекцию последней такой изюминкой на торте. Вот то, что было до этого, ну, значит, мы начали, я напомню, просто с формальной квантово-механической теории возмущения. После этого мы немножко вспомнили физику конденсированных средств, теорему Блоха, дисперсию электронов в кристаллах, КП-метод теории возмущений. Ну, вот, значит, кто-то вспомнил, кто-то услышал про это, может быть, в первый раз. Но вот на уровне такого эффективного гамильтоняна, я думаю, что это все более-менее очевидно и понятно, а на уровне того, как это берется из более общих принципов, вот я все-таки всем советую освежить эти знания или эти знания просто восстановить, поглядев в соответствующее место либо вот моего другого курса лекций, либо, пожалуй, в любые доступные вам книжки. Ну, а закончим мы все вот такой вишенкой или изюминкой на торте. Мы поговорим про оператор координаты. Ну, опять же, для электронов кристалли. Но, опять же, я хочу сказать, что вот то, что я сейчас буду вам рассказывать, на это уйдет, наверное, минут 10-15, это такая более-менее общая, то, что называется, решеточная модель. И с этим нужно быть аккуратным, и про это нужно всегда помнить. И, кстати, похожие вещи возникают, опять же, в релятивистской физике, если вы переходите к нерелятивистскому пределу. Значит, вот я буду все-таки говорить про электрон в кристалле. И, опять же, я напомню, что вот самый главный объект, с которым мы имеем дело, это функция Блоха. Я под конец лекции начинаю писать неаккуратно. Блоха. Значит, бесконечный неограниченный кристалл. Нет дефектов. Значит, вот эта волновая функция, я еще раз ее пишу. Плоская волна, промодулированная периодической амплитудой УНК Р. И вот выше, чуть-чуть раньше, в прошлые полчаса, мы с вами более-менее изучали, как выразить эти Блоховские амплитуды в одной точке К пространства, если они нам известны в близкой точке К пространства. И вот обсуждали эффективный КП Гамильтониан. И эти состояния, я замечу, это просто очевидно отсюда, что это состояние с фиксированным квазиимпульсом. Мы помним, я надеюсь, что вы это знаете и помните, что это не настоящий импульс частицы по простой причине, ну, по крайней мере, потому что эта частица живет в кристалле. И есть периодичность решетки, возникает зона брюллена, и, например, значения К, которые отличаются на вектор обратной решетки, они уже неразличимы. Ну и, кроме того, мы понимаем, что, конечно, электрон, это на самом деле электрон кристалле, это не настоящая частица, это такое многочастичное возмущение, возбуждение. Ну и, значит, со всеми известными оговорками. Но сейчас мы про всю многочастичность не думаем, чем просто вот у меня есть такое состояние с фиксированным квазиимпульсом К. Но мы понимаем, что, как это всегда бывает, что на самом деле произвольная волновая функция, она раскладывается вот по этим волновым функциям, которые являются базисными. Если я опущу зависимость от времени, значит, зависимость от времени меня просто сейчас не интересует. Я мог бы написать еще, соответственно, Е в степени там и омега Т. Может быть, это сейчас один раз напишу. Значит, произвольная волновая функция – это есть сумма по всем возможным n и по всем возможным К. Коэффициенты разложения АНКТ на Блоховские функции. Вот любую волновую функцию я могу написать вот в таком виде. Ну и, пожалуйста, если нужно, я это вот как бы один раз здесь напишу. Е в степени минус И, ЕНКТ поделить на H. Есть временной множитель, но сейчас зависимость от времени нам не нужна. Можно сказать, что мы просто взяли Блоховские состояния и собрали из них волновой пакет. И вот коэффициенты АНКТ, которые здесь появились, это коэффициенты разложения волновой функции, волнового пакета по базисным функциям. Ну а можно просто сказать, что любое состояние, вообще какое мы хотим, оно всегда вот так возникает. И, значит, пожалуйста, особенно если я учту зависимость коэффициентов от времени, ну все будет хорошо, значит, я получу динамику волновой функции. Я получу просто то, как ведет себя любая волновая функция электронов. Что здесь стоит? Сумма по всем Н и К. Опять же, я напоминаю. Ну а для тех, кто, может быть, на это не заострял внимание при изучении предыдущих курсов, значит, у нас суммирование по зонам-то понятно, это просто более-менее дискретный индекс. Ну а, значит, сумма по К, она переписывается в интеграл известным образом. 2π в степени размерность пространства и интеграл по волновому вектору. По крайней мере, если нас интересует состояние, которое захватывает прямо, ну уж не всю зону бриллиана, а только ее некоторую часть, то вот этой всей записи достаточно. На самом деле ее достаточно и всегда. С некоторыми определенными оговорками про коэффициенты а-нкатами. Просто нужно сделать так, чтобы эти коэффициенты, значит, учитывали только состояние из одной зоны бриллиана. Ну а все остальное, как бы, остальные коэффициенты должны обнулиться, чтобы состояние дважды не учитывать. Ну вот еще раз, любую волновую функцию в кристалле я могу разложить по Блоховским функциям. И теперь меня интересует оператор координаты. Ну, казалось бы, такая простая вещь. Ну вот если я создал, например, какой-то волновой пакет из электронов, я хочу понять, где находится центр этого волнового пакета. Ну и давайте мы сейчас повторим то, что делалось в какой-то момент на квантовой механике. Но прежде чем это повторять, я вас спрошу. А вот если у меня есть, было бы истинное импульсное представление, то есть у меня была бы частица, значит, волновая функция была бы в импульсном представлении, Пси от П, то как выглядел бы оператор координаты? Кто мне может подсказать? И на производные по импульсу? И на ДПДП. Все правильно. Вот именно так в книжке Ландау и Левшица это сделано, это понятно и все. Теперь смотрите, что нам хочется. Нам, наверное, хотелось бы, чтобы было то же самое, чтобы было бы ДПДП, ДПДК, действующие на вот эти коэффициенты разложения. Но вот это на самом деле не вся правда, и вот сейчас мы получим правильное выражение для оператора координаты. Это может быть важно не только тем, кто планирует дальше надолго связать свою жизнь с конденсированными средами или с наноструктурами, но и тем, например, кто изучает какие-нибудь решеточные модели, потому что это важно. Вы собираете на решетке некоторый волновой пакет, но и нужно быть аккуратным с тем, как определяется координата. Ну все, я действую оператором R на функцию Пси от R. То же самое, сумма по nk. Значит, эти коэффициенты a, nk, они от R не зависят, я вообще ни о чем не думаю. Здесь стоит R, E в степени и kr на корень из нормировочного объема или нормировочной площади или нормировочной длины и блоковская амплитуда. Ну вот, ничего не могу поделать, это общее выражение. Теперь что я должен сделать для того, чтобы мне дальше упростить жизнь? Как мне удобно вычислять оператор координаты? Мне хочется каким-то образом его выразить так, чтобы у меня не было явно R еще вот какого-то. Вот как мне избавиться от этого R? Ну хочется как бы опять записать дифференцирование по k. Ну да, сделаем стандартную вещь. Смотрите, R на такую экспоненту, это есть минус I, D по D, K от вот этой экспоненты. Правда? Я сейчас просто это перепишу, и вы со мной, наверное, немедленно согласитесь. a, nk, D я оставил. Минус I, D по D, K от E в степени и kr. Ну а блоковская амплитуда, периодическая и нормировочный объем остались за дифференцированием. Значит, если я дифференцирую, у меня вылезает I на R, I умножить на минус I дает единицу. Согласны? Да. Ну хорошо, теперь я делаю стандартную вещь, я просто по частям интегрирую. У меня же здесь стоит суммирование по n, это не важно, а по k, сумма по k, это есть на самом деле просто интеграл, поэтому я интегрирую по частям. И мы считаем, что, конечно, все устроено таким образом, что вклад от границ выпадает. Вот то, что происходит где-то там на границах кристалла, меня не интересует. Поэтому внеинтегральных слагаемых нету, сумма по n, k. Ну а здесь стоит E в степени и kr теперь вышла из-под интегрирования, корень из нормировочного объема вышла. Здесь стоит I, D, 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 K. А под дифференцированием стоит как набор этих коэффициентов a, n, k, так и блоковская амплитуда u, n, k, t, которая, конечно, еще от r зависит. Ну все, теперь я просто буду тупо дифференцировать. И при дифференцировании у меня вылезут, очевидно, два слагаемых. Первая слагаемая, когда я продифференцирую пока вот эти коэффициенты разложения. Будет у меня так. I, D, 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 K от a, n, k. А дальше умножится на экспоненту, на нормировочный объем поделится и на блоковскую амплитуду. И снова, значит, она соберется в блоковскую функцию, psi, n, k, t, a, t. И это очень похоже на то, что было бы для свободной частицы, где у меня был просто набор плоских волн, и вот он D, 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 K, действующий на коэффициенты разложения волновой функции по состояниям, заданным k. И если бы было бы свободное пространство, не было бы блоковской амплитуды, то вот так бы все и осталось. Но, как мы видим, это не вся правда, потому что есть еще вклад, который связан с тем, что пока я могу дифференцировать блоковскую амплитуду. Тогда у меня останется АНК, оно вылезло, Е в степени ИКР в корень из нормировочного объема вылезло, и здесь будет стоять и ДУНК по ДК. Вот есть второе слагаемое, и появление этого второго слагаемого – это есть специфика кристалла, или, если угодно, специфика вообще просто наличия кристаллической решетки. Но теперь я на что обращаю внимание? Смотрите, УНК – это функция, которая периодическая в R-пространстве. От того, что я ее продифференцировал по какому-то параметру, она не перестала быть периодической в R-пространстве. Поэтому эту функцию я могу разложить снова по блоковским амплитудам, которые периодические, которые образуют базис среди периодических функций. Поэтому я пишу так. Значит, ДУНК по ДК – это есть сумма по всем зонам, какие-то коэффициенты разложения УНН', которые могут зависеть, конечно, от К. Вот это разложение возможно, потому что сама функция УНК – она периодическая. Поэтому от того, вот еще раз я хочу подчеркнуть, что она периодическая, от того, что я продифференцирую это выражение по параметру, периодичность не поменяется. Поэтому есть периодичность. Омега НН' от К – это просто коэффициенты разложения. Я их, кстати, могу пытаться выразить через матричные элементы оператора импульса, если я очень захочу. Ну и все. Тогда с первым членом я делать ничего не буду. Он какой есть, такой есть. Сумма по Н и К и Д по ДК от АН катах. Ну а здесь, пожалуй, появились эти коэффициенты. Я прошу прощения. Это градиент в К-пространстве, поэтому У это векторы, конечно. А здесь будет так. АН кат и остался. И вот этот минус и сократилось. Значит, стало хорошо. Значит, появилась сумма по Н' омега НН' от К. А все, что осталось дальше, это снова блоковская амплитуда, только теперь Н' при данном К. Умножить вот на экспоненту Е в степени К и Р поделить на нормировочный объем. То есть на блоковскую функцию, но теперь уже в зоне Н'. У Н' К от Р. И я напомню, что это было не что иное, как оператор координаты, подействованный вот на нашу исходную функцию ПСИ, на сумму по Н и К, АНК, ПСИ, НК, Р. Ну и тогда я вижу, что оператор координаты, вот он, выражается таким образом. У него есть матричные элементы Н и Н' и есть матричный элемент диагональный по зонам. И этот матричный элемент дельта НН' и ДПДК, как, может быть, мы бы и хотели. И есть вклад, который берется отсюда и который может быть и диагонален, и не диагонален по зонам. Плюс омега НН' от К. Этот вклад, он как бы диагонален пока. Вот на что я хочу обратить ваше внимание. Это вот на следующее, что поскольку мы оперируем с электронами в кристаллической решетке в периодическом потенциале, то у нас есть квазиимпульсы. Состояния с даданным квазиимпульсом, они, конечно, хорошие. Но это не есть настоящий импульс. И поэтому квазиимпульсное представление – это не совсем импульсное представление. Вот в нем оператор координаты имеет часть, которую мы хотели, и ДПДП или ДПДК, как мы хотим. И еще добавку, связанную с разными, с дифференцированием Блоховской амплитуды. Коэффициенты у n и n' от k выражаются таким образом. Но я могу их формально выразить через некоторые матричные элементы, просто умножив на i и проинтегрировав по r. То есть это я могу сделать. Я могу выразить их через оператор дифференцирования Блоховской амплитуды. Ну вот так вот. Соответственно, мы это получили. И моя задача, точнее, не моя задача, а задача, которую я формулирую вам. Опять же, надо подумать, получится хорошо, не получится. Опять же, я буду готов обсудить, как выразить оператор скорости. Вот чему равны матричные элементы оператора скорости для электрона в кристалле. Ну, я думаю, что более-менее на сегодня все. Есть ли вопросы? У меня есть вопрос. Вот эффективный гамильтониан КП, который мы написали, вы сказали, что он описывает близкие уровни, а вот просто обычный гамильтониан КП, он какие уровни описывает? Вот смотрите, еще раз. Исходный гамильтониан КП, он формально описывает все зоны. В нем есть матричные элементы. Здесь n и n штрих пробегает по всем возможным зонам. Вот у вас в кристалле, на самом деле, бесконечно много зон. Каждое атомное состояние дает вам какую-то зону. И поскольку в атоме есть дискретный спектр, в котором уже бесконечно много состояний, и потом еще непрерывный спектр, то этих зон, извините, там до черта бесконечно много. И вот этот исходный гамильтониан, который здесь приведен, он работает вот в этом полном базисе. Но среди этих зон есть те, которые нас интересуют, ну, конкретно для каких-то наших задач. Вот они находятся близко по энергии. Например, часто это бывает так, если мы говорим про полупроводник или какую-то низкоразмерную систему на основе полупроводника, это зона проводимости и валентная зона. Или какие-то, значит, подзоны зоны проводимости или подзоны валентной зоны. А остальные зоны нас не интересуют. И тогда мы учитываем более далекие зоны по теории возмущений. И оставляем только близкие зоны, которые нас интересуют. И тогда мы переходим из вот этого общего КП Гамильтониана, значит, уже КП Гамильтониану, который действует только в базисе близких зон. Он очень похож, но он содержит еще вот квадратичные пока члены. Я напоминаю, что в скором времени нужно будет выбрать курсовики. Если будут вопросы по выбору курсовика, ну и вообще даже какие угодно вопросы, то я буду стараться на них по возможности оперативно отвечать. Еще раз, есть ли какие-то вопросы по материалу сегодняшней лекции? Номер курсовой вам нужно будет сообщить или что? Я думаю, что мне, да. Просто прислать мне по электронной почте или в Телеграм. Я просто это отмечаю. У меня есть какая-то бумажка, на которой я записываю. Да, хорошо. Хорошо. Ну, хорошо. Если вопросов больше нет, тогда, наверное, на сегодня мы с вами расстанемся. Значит, если что, готовьте вопросы по предыдущему домашнему заданию и вот по сегодняшнему домашнему заданию, которое, я напоминаю, связано с тем, как определить оператор скорости для электрона в кристалле. Вот, хорошо. Тогда всего доброго. Берегите себя. Спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok